Подземный переход на проспекте Дачи, где всего несколько дней назад на лестницах прохожий получил серьезную травму головы, будет отреставрирован. Об этом сообщил претер сектора Ботаника. Мы попытались узнать о подробностях предстоящего ремонта у вице-мэра Кишинева, который временно исполняет обязанности городоначальника. А что о состоянии кишиневских подземок говорят жители и гости столицы, расскажем прямо сейчас. Лестница этого подземного перехода на пересечении дачи Идичибала выглядит так, как после войны. Прохожие вынуждены ступать наугад. Ничто не гарантирует, что куски гранита не провалятся под ногами. Два дня назад на этой лестнице поскользнулся мужчина. При падении он ударился головой. Сегодня прохожие нам признались, что ходить по дурно пахнущей подземке и перепрыгивать в местах, где ступеньки отсутствуют, порядком поднадоело. Я не знаю, как где спускаться. Вы сами видели, как я спустилась. Осторожно с детьми вообще невозможно. Вы думаете, легко ходить по этим ступенькам больным людям? Здесь человек голову ударил. Можно и разбиться на лестнице. О состоянии подземок в столице говорилось годами. Правда, решить проблемы раз и навсегда пока никому не удавалось, заявили наши собеседники. Если сравнивать с европейскими странами – бардак. Не то, что должно быть. Нет порядка. Посмотрите, что творится. Ночью можно шею свернуть. Я не знаю, чем занимается мэрия. Хвастаются, а чем – непонятно. Можно было на свои средства отремонтировать. Не только на чьи-то инвестиции. Похожая картина царит в подземке на пересечении Штефана Челмари и Измаильской. Здесь в некоторых местах отсутствуют по три гранитные ступени. Огромный бардак. В темное время суток страшно ходить. Нужно отремонтировать, чтобы не спотыкаться. Женщина здесь упала и сломала ногу. Это было в прошлом году. Мы связались с претером сектора ботаника. Борис Препелица заверил, что в злосчастном переходе, где несколько дней назад пострадал прохожий, на этой неделе начнется ремонт. А в качестве ответственной за реставрационные работы выступает компания «Авиаинвест». Обещали на этой неделе начать ремонт на углу проспекта Трояна и Дичибала. Кто будет ремонтировать? «Авиаинвест». Сколько денег было выделено? Не знаю. Эта информация держится в тайне, как в случае любого экономического агента. В начале своего мандата городоначальник заверял, что не примет предложение партии Шора предоставлений помощи для ремонта подземных переходов столицы. Фракция партии Шор в составе муниципального совета предложила отремонтировать подземки в Кишиневе. Вы дадите им эту возможность? Увидите, как мы отремонтируем все переходы в Кишиневе. Но это пока секрет. Вы откажете им? Я вам сказал, что через неделю сообщу вам детали, которые вас приятно удивят. Мы попытались узнать о подробностях предстоящих работ по реставрации перехода, но временно исполняющий обязанности мэра Илья Чебан отказался говорить, кто займется ремонтом. В пресс-службе компании «Авиаинвест» пообещали выступить с комментарием позже. Всего в Кишиневе два десятка подземных переходов. Два были отремонтированы в прошлом году. В десяти подземках работы продолжаются, а еще восемь ждут своей очереди.